Генеральная прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской Республики возбудила уголовное дело по обвинению в шпионаже, незаконном пересечении государственной границы и угрозе убийством в отношении задержанного азербайджанского военнослужащего. Заявляется, что на основании оперативных сведений, полученных полицией Республики Арцах, Службой национальной безопасности и благодаря бдительности граждан, 25 августа этого года в одной из квартир на улице Тирино в городе Мартакерти был обнаружен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Джамиль Бабаев. В тот же день он был подвергнут приводу в службу национальной безопасности и было возбуждено уголовное дело, сообщается в заявлении. Хотелось бы отметить, что больше всего вызывает удивление то, что военнослужащему инкриминируется статья как незаконное пересечение государственной границы. Необходимо заявить, что с точки зрения международного права гражданин Азербайджана Джамиль Бабаев находится на территории Азербайджана, и он не нарушал закон Азербайджанской Республики о незаконном пересечении границы Азербайджана, но в данный момент удерживается армянскими незаконными вооруженными формированиями. А во-вторых, очевидно, что задержанному теперь можно инкриминировать любую статью и обвинить в чем угодно, так как он, будучи военнослужащим, находится на территории противника. Официальных заявлений со стороны азербайджанской стороны еще не последовало, однако некоторые источники ссылаются, что якобы Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащий Джамиль Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение больницы в Гинджи. Вполне ожидаемо много критики и гнева в сторону российских миротворцев, однако хочется спросить, а не Азербайджан ли сам подписал заявление от 10 ноября 2020 года и пригласил российских миротворцев в Карабах? Перед подписанием заявления, азербайджанская армия уже находилась у столицы непризнанного НКР, Пуханкинди и освобождении всего Карабаха, являлась лишь вопросом времени. Можно строить много теорий о том, почему азербайджанская власть так решила, но азербайджанцы не будут считать армян своими, а армяне не захотят быть гражданами второго сорта в едином государстве. Чтобы там не говорили официальные власти о равенстве и равноправии, именно поэтому и нужна третья сторона. Но справляется ли эта третья сторона со своими прямыми обязанностями, это уже другой вопрос. Дорогие подписчики канала 13, а что вы думаете об этом всем? Напишите в комментариях.